Розовенький пухляш Ведь мы суровые, брутальные мужики Начнем с дизайна И тут есть один большой промах Это не XA Здесь нет ультратонких рамок Именно из-за этого сам телефон уже не так компактно лежит в руке Единственным плюсом здесь является задняя крышка Выполненная из металла И модное нынче 2,5D стекло здесь тоже есть Смартфон нельзя назвать флагманом Скорее это что-то среднее между неплохим железом Приятным дизайном и совсем негуманной ценой Да, на мой взгляд это единственная основная проблема данного устройства Цена просто огорчает Не сказать что это неожиданно Бренд Sony вообще очень сложно назвать дешевым Но не стоит забывать о том, что конкуренты не дремлют И уже давно выпустили модели в техническом плане В несколько раз опережающие девайсы от Sony На нижнем торце здесь расположился разъем microUSB и микрофон На верхнем вход для наушников и второй микрофон С правой стороны кнопка быстрого вызова фотоаппарата Очень кстати удобная Чуть выше расположена качелька громкости Кнопка включения, ну и выключения естественно Совмещенная со сканером отпечатков пальцев Слева находится слот для двух наносимкарт Или симкарты и карты памяти формата microSD Вполне стандартное решение для смартфонов от компании Sony Сканер отпечатков пальцев работает прекрасно Очень быстрое и без нареканий Перейдем к экрану Смартфон оснащен сенсорным IPS дисплеем с Full HD разрешением 1920 на 1080 точек Плотность точек равна 441 ppi За яркость дисплея отвечает датчик освещения Экран поддерживает возможность работы в перчатках Диапазон яркости у смартфона очень высокий Это позволяет без проблем использовать его в солнечную погоду Цветопередача дисплея очень приятная В настройках есть несколько предустановленных профилей цветокоррекции А также возможность самостоятельно отрегулировать баланс белого Xperia X оснащен шестиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 650 Это не самый передовой процессор В состав которого входят два основных ядра Cortex-A72 И четыре вспомогательных Cortex-A53 За график отвечает видеоскоритель Adreno 510 Объем оперативной памяти в устройстве составляет 3 гигабайта Throne 32 или 64 Также есть возможность расширить объем памяти за счет карты microSD до 200 гигабайт В плане игр к смартфону никаких претензий нет Asphalt 8 и World of Tanks пошли без проблем на максимальных настройках GTA San Andreas пришлось немного пошаманить Но в целом, добившись почти максимального качества картинки Мы получили вполне приемлемое количество FPS Конечно, глядя на показатели синтетических тестов Мы понимаем, что на текущий момент начинка аппарата Скорее тянет на неплохой среднячок Ладно, перейдем к камерам Сразу хочется подчеркнуть, что наличие ручного режима здесь является больше красивой фразой Нежели несет за собой хоть какое-то практическое применение Лично я советую снимать на телефон в автоматическом режиме Благо работает он тут просто отлично Основная камера оснащена 23-мегапиксельной матрицей Exmor RS И 24-мм широкоугольным объективом G-Lens С диафрагмой 2.0 С интеллектуальным гибридным автофокусом и светодиодной вспышкой Честно могу сказать, что камера не производит вау-эффекта Но снимает отлично как днем, так и ночью Конечно, это не уровень Samsung Galaxy S7 А скорее что-то, что немного лучше, чем камера в Xperia Z5 Снимки выходят довольно сочными и детализированными Подвело разве что отсутствие возможности записи видео в 4К Но я думаю, эта функция пока не очень актуальна для большинства пользователей Правда, стоит учесть, что и наше видео выходит в разрешении 4К Я надеюсь, вам это очень нравится С ручным режимом все немного сложнее Полноценно функционирует он только в случае, если принудительно включить разрешение в 8 мегапикселей С фронтальной камерой все тоже хорошо Она имеет широкий угол обзора и разрешение в 13 мегапикселей Этого полностью хватает для того, чтобы делать качественные селфи По поводу автономности Сразу скажу, что ни о каких заявленных двух днях речи идти не может Но если вы не заядлый геймер, то на сутки телефона хватает без проблем И даже еще останется прозапас А если вы любитель поиграть, то часов 6-7 на поиграть и посмотреть видео у вас точно есть В целом хочется сказать, что объем батареи, хоть и не самый большой Всего лишь 2620 мАч За счет встроенных режимов стамина и ультра стамина есть возможность солидно продлить жизнь смартфона Правда в случае с режимом ультра стамина смартфон превращается в обычный телефон с сенсорным экраном Но в самых критических случаях это не должно доставить вам серьезных проблем Звук Какой же звук может быть у смартфонов от компании Sony? Только отличный Два основных стереодинамика выдают хоть и тихий, но очень приятный звук А особенность расположения делает почти невозможным шанс закрыть их рукой Еще лучше становится звук в наушниках Для проигрывания музыкальных композиций в аппарате используется собственный плеер с огромным количеством настроек У пользователей есть возможность полностью погрузиться в настройки звука или автоматически настроить все звучание за счет функции Clear Audio Plus Подводя итог можно смело сказать, что Sony Xperia X является отлично сбалансированным смартфоном Все тут хорошо и дизайн, и камера, и начинка Да, чуть не забыл, смартфон работает под управлением Android версии 6.0.1, и это тоже плюс Но вот есть один большой минус Цена Стоит ли покупать данный смартфон? Решать только вам, но на мой взгляд и Xperia X, и Xperia XA заслуживают особого внимания, даже несмотря на слегка завышенную цену